Привет, друзья! С вами Сан Саныч и вы на канале Взрослый Разговор. Сегодня 15 марта 2024 года и я традиционно вещаю вам из Одессы. Сегодня пятница, а значит сегодня мы для вас сделаем обзор нового рынка. Я специально сегодня пришел пораньше для того, чтобы по максимуму успеть абсолютно все. Начинаю я обзор внутри рынка, в корпусе, потому что на улице идет дождь, туман. И такая погода у нас уже несколько дней, ну, достаточно, скажем так, мокра в Одессе. Это рыба-мясо-молочный корпус, тут можно купить абсолютно все. И мы сейчас пойдем и узнаем цены на товары, и также будем узнавать номера телефонов продавцов, для того, чтобы тот товар, который вам понравился, вы могли позвонить и себе заказать. Видео будет очень-очень крутое, поэтому сразу жду от вас жирный-прижирный лайк. Если вы до сих пор еще не подписаны на YouTube-канал Взрослый Разговор, то уже настала пора это сделать. Прямо под видео нажмите кнопочку подписаться, рядом с ней нажмите на колокольчик, и вы точно не пропустите ни одного видео на моем канале. Ну, и сейчас очень важная информация для моих зрителей-предпринимателей, для тех, кто хочет начать бизнес на новом рынке. Сейчас на экране вы видите номер телефона. Это телефон отдела аренды рынка. Звоните по этому номеру, узнавайте о наличии свободных мест, а их тут немножечко есть. Приезжайте на рынок, смотрите, выбирайте, договаривайтесь и начинайте зарабатывать. Сейчас на рынке очень хорошие условия для старта, но есть одно очень важное «но». Если вы скажете пароль Ясен Саныча, то условия будут супер хорошие. Итак, еще раз. Звоните, приезжайте, смотрите, выбирайте и начинайте бизнес. Ну, а мы с вами не тянем кота за хвост и начинаем обзор рынка. Иленька, доброе утро. Доброе утро. Что у нас с рыбкой? Рыбка есть? Конечно. Как всегда в широком ассортименте. Рыбный дворик каравана всегда нас радует ассортиментом. О, я смотрю, дунайочка появилась. Да. Должа узнаем. Ну что, давайте отсюда. Традиционно с креветочек. Ну да. Такая креветочка 80-120 штучек на килограмм, 380 гривен. Классная креветка появилась. Такая крупная, 60-80 штучек на килограмм. Она идет, смотрите, вся с икорочкой. Такая креветка 500 гривен килограмм. Лангустины 500 гривен килограмм, в упаковочке 2 килограммчика. Шикарно. Филешечка. Есть семга и есть форель 850 гривен килограмм. Стейки 700 гривен килограмм. Палтус, тунец 550 гривен килограмм. Крупная кефалечка шикарная 270 гривен килограмм. Мы можем вам ее почистить. Разделаем на кусочки, порежем. Красота такая. Да, согласна. Барабулечка 250 гривен килограмм. Корюшка по 200. Кинглип креветочная рыбка 380 гривен килограмм. Шпажки осьминога 50 гривен шпажка. Крупная креветочка 25 штук на килограмм 430 гривен килограмм. Хвост 550. И такая креветка 35 штук на килограмм 400 гривен за килограмм. Также есть ставриточка. Очень красивая. Таврида, 350 гривен килограмм. Одна в одну, смотрите. Сарган по 400. Дорада, Сибас по 400. Тоже осьминог свежайший, шикарный. 500 гривен килограмм. Устрицы, 80 гривен штучка. Кальмар розовый, 280 гривен килограмм. Морской окунь, 260. И белый кальмарчик, он уже идет очищенный. 250 гривен килограмм. Дунаечка, это свежая. Смотрите, какая классная. 330 гривен килограмм. Можем вам ее почистить, можем сразу засолить вам ее. Вы ее так отдельно положили, чтобы было видно, что это щетка дунайка. Да. Кусочки. Тоже порционные. Можно засолить, можно запечь. Все что угодно можно с ними сделать. 500 гривен килограмм. Такие кусочки тут на уху. 130 гривен килограмм. А готовой соленой дунайки нету? Пока нет. Только свежая? Да. Хорошо, давайте посмотрим, что еще здесь есть у вас. Стейки белого амурчика, такие 230 гривен килограмм. Судачок по 400. Стейки филешечка 500. Толстолобик филе 220. Стейки толстолоба 180. Есть пеленгас покрупнее, такой 150, чуть помельче 130. Появился бычок 160 гривен килограмм. Шикарный. Судачок мелкий 220, крупный 270. Карасики небольшие, такие 80 гривен килограмм. Крупный по 100 гривен за килограмм. Почистим вам и мелкого, и крупного. Карпики зеркальные 160 гривен килограмм. Он еще весь живой. Такой по 100 карп. И 120 чуть-чуть крупнее. Тоже почистим, разделаем на филешечку, на стейки. Супер. За деликатеса немножко поговорим. Что-то есть? Ну, как обычно, печень, трески у нас есть. 900 гривен баночка, баночки полкило. Мидии в гранатовом соку очень вкусные. 160 гривен килограмм. Ой, баночка полкило, извините. Щучья икорочка, там 112 грамм в баночке, 500 гривен. Икра горбуши 600 гривен 100 грамм. Кита 700 гривен 100 грамм. Также есть краб полкило, 300, 3000 и 400 грамм, 2500. Ну, также новиночка, наша креветочка в панировке. 200 гривен упаковка. В упаковке 180 грамм, 10 штучек. Ну, и даже если вдруг чего-то на данный момент нет, вам можно звонить, заказывать. Как говорят, в Одессе нам было трудно, но мы достали, да? Да. Говорите номер телефона. 097-869-0808. Супер, огромное вам спасибо. Хорошей торговли. До свидания. До свидания. Леш, доброе утро. Доброе утро, доброе утро. Мы сегодня расскажем цены, но не просто расскажем цены, а сразу посмотрим и разделочка. То есть у нас будет мастер-класс. Да? Да, конечно. А вообще, что с ценами происходит? Все нормально. Все на месте. Цена не меняется, не дорожает, не дешевеет, да? Не. Слава богу, пока не дорожает. Ну, это у вас ягнёта, да? Это ягнёта, да, молочные ягнёта уже пошли. Сколько им примерно? Ну, это ноябрьские. Ноябрьские. Да. Декабрьские вот так. Молочка. Сосунки. Ну, полугода, да, можно так сказать? Да нету полугода еще. Даже нету полугода, да? Пока что пошли вот эти. Лопаточка, пожалуйста. Причем лопаточка? 290 гривен килограмм. Есть. Это естественно все зачищается. Да, да, мы сейчас разбираем. Да, сейчас разбираем, а потом уже защищаете, да? Да, конечно. Ну, и кроме того, что вы продаете мясо, вы также можете его замариновать. Замариновать, посоветовать, что как делать. Люди есть, что любят баранину, но не знают, как готовить. Да? По мере возможности, что знаем, лопаточка вторая, пожалуйста. Вы расскажете, как приготовить, да? Да. Что умеем готовить мы, можем посоветовать людям. И, слава богу, очень многие довольные. Пожалуйста, задняя часть. Почем задняя часть? Курдюк срезал. 300 гривен килограмм. А курдюк почем? 300 гривен тоже. Тоже 300, да? Просто немножко, вот этот месяц будут такие цены, а на следующий месяц уже перед Пасхой, может, там уже будет массовый забой, цены упадут. Я обещаю, что есть даже прогноз, что цены упадут, да? Да, конечно, конечно, они всегда так. То есть сейчас? Молочные продукты. Сейчас сезонное подорожание. Сезонное, да, вот это редко, что режется молочка. Люди хотят еще там. Так, это у нас шея. Это у нас шеечка, пожалуйста. 230 гривен килограмм. Сейчас сделаем корешку, ребрышки. На что чаще всего используют корешку, ребрышки? На мангал? Ну-ка, корешка в основной на мангал, ребрышки, шурпа, на тушение. Да все можно делать. С любой части баранок можно делать все. И шашлыки, и шурпу, и бухламу, и хашламу. Толму, люля, борщ любят люди, есть любители баранин. Баранин барашка? Нет фантазии, значит, питайтесь в ресторане. Ну да, можно и так. За тот товар платить. Раз. Здесь есть, наверное, дороже. Ну, зато ты не готовишь, не паришься, как говорится. Ну, я думаю, что лучше себя повара не найти. Самый лучший повар этот сам. Конечно. И приготовил вкусно. Немножко надо, конечно, немножко надо трудиться. Так, это мы сейчас отделяем, получается. Так, чалагач ребро. Ну, вот я показываю в режиме реального времени. Мы не будем здесь делать никаких монтажей, скажем так. Реброчки, пожалуйста. Это у нас реброчки, да. Почем они? 190 гривен килограмм. И корешка, естественно, полностью очищается. 450 гривен килограмм. Супер, мы все узнали, да? В принципе... График вашей работы. Вы каждый день на рынке? Я каждый день, кроме понедельника. И вам можно звонить и заказывать? Звонить, заказывать. Скажите номер. Что надо, то и сделаем. Скажите номер. 050 506 5024. Огромное спасибо. Всем большой привет. До свидания. Приходите, до свидания. Теперь давайте узнаем свежие цены на говядину у Алены. Алена, здравствуйте. Добрый день. У вас это говядина. Молодая говядина. Молодая говядина, да. По цвету видно, она такая яркая. Что вообще происходит с ценами? Они уже начали как-то стабилизироваться, уменьшаться? Пока нет. Как было, так вот. Вот так все и держится, да? Так, да. На тонкой грани, туда-сюда 10-20 гривен. Ну, с минусом, да, играется, но сказать, что там уже подешевело, то такого не скажешь. Пока нет. Сейчас начнется сезон зеленой травы, то не подешевеет это точно. Понятно. Это все сезонное. На выпас уйдут и все. Это пока они еще закрыты, они люди сдают их. Ну, у вас сегодня завоз товара, да, у вас по пятницам и по вторникам, да, если я не ошибаюсь? Да. Я так понимаю, что, наверное, все еще есть, что-то еще в туши, да, то есть, поэтому расскажите нам, что почем сегодня. Сегодня цены такие же, качалочки 300, биточки 300, задняя часть 280-270, лопаточка была 260, шейка 220, 200 целым кусочком, антрикоты 200, красивые сегодня, смотрите, очень классные. Грудина 160, ребра 160-150, голяшка обрезная 200, на косточке голяшечка 200, крючочки 30 гривен штучка, машина, сейчас будем чистить 180, что мы еще? Филейки, как и были, 600, они не падают в цене. Ну, их на витрине никогда нету, они у вас... Да, уже заказаны, мы их уже, да. Что еще? Печеночка 200, сердечки 120, есть молочная, есть постарше, завтра будет молочный теленок, уже сезон начал, все молочной телятины, так что... Молочная, это какой у нее возраст? Это молочный, это сосунец, это 20 килограмм 25 до 30 туш, это считается молочная телятина, дальше они уже едят. Понял, огромное спасибо, вроде бы все рассказали, да? Спасибо вам также, да. В хорошем торговле побольше покупателей, ну, конечно, мирного неба. Настенька, здравствуйте. Здравствуйте. Вы, как всегда, в делах, в заботах. Дела, дела, делишки. Делишки, да? Да. Так, что это вы сейчас делаете, расскажите? Выкатываю гузочек в заднюю часть, именно ляшечкой. Дальше вы его зачистите, да? Ну да. И пойдет он дальше. Зробим красоту. Что происходит с ценами на свинину? Как-то они за эту неделю изменились? В принципе, не особо, там ничего такого. Десь что-то подешевило. Ну, больше тенденции к подешевлению или как? Тенденции к подешевлению, я знаю. Не знаю. Хорошо, давайте вы расскажете. Я расскажу вам наперед, потому что вы знаете, то, что мы видим, мы видим, что оно будет дорожать. Ага, понятно. Сейчас такой период времени, что нема в нас стабильности, не можно что-то предугадать. Почаревочек такой, почему? Почаревочек 180. Красивая шкурочка чистенькая. Да. Почаревочек сам по себе. Мягенький хороший. Да. Очень аппетитно выглядит. Угу. Сало? Сало 180. Любое, да? Самое толстое? Нет, смотрите, а у тебя 180. Да. Это 100. Ага. Есть 120. Красивая, кстати, вот эта по 120. Это со спинки и это с задочки. Да, да, да. Тут гораздо цена иди. Угу. Ой, оно хорошо засолится и быстренько, потому что оно не толстое и будет вкусно, кстати. И шкурочка, посмотрите. Это из маленькой свинки, такая небольшая свинка. Ой, хорошая, красивая сало. Шкурочка, бачите, такая маленькая, хорошая. Да, да, да. Угу. А что у нас тут, галяшечки? У нас есть тут галяшечки по 100, ножка 15, 25 ножка, 30 косточки, 20 косточки. Что у нас тут же есть? У нас тут же есть пашинка 200, ребрышка 200, шейка, филеечки, беточек 270, лопаточка у нас есть 200 и 180, тут две части, она разделяется на две части. Ну и задняя часть, полгузочек, яблочко, кострец 210, челогачек 210. Красиво. Красиво, красиво. Что-то продали? Уже есть что продали или еще? Нет, все есть, по трошке все не есть, да, ассортимент. Ну и раннее утро еще, в принципе, все есть. Вы здесь пятница, суббота. Пятница, суббота. Каждую неделю у вас так? Каждую неделю, да. И по воскресеньям вы в Березовке на базаре. Березовке. То есть вас всегда можно найти. Настя номер телефона не дает, это я говорю для тех, кто нас смотрит впервые. Приходите, знакомьтесь, берите контакты и будете звонить, заказывать. Номер телефона я даю только при встрече, да. Ну при встрече, да, при личном знакомстве. Настенька, спасибо вам огромное. Хорошей торговли. Спасибо. Золотая курча, так называется магазин у Настеньки. Настенька, здравствуйте. Здравствуйте. Вы у нас символ стабильности, мы это знаем. Мы очень хотим, чтобы вы нас порадовали стабильными ценами, что как минимум они не поднимаются. Ну а еще было бы лучше, если бы вы сказали, что что-то подешевело. Пока все стабильно. Пока все стабильно, ну это уже тоже радует. Настя, вы работаете каждый день? Кроме понедельника. Кроме понедельника. И все, что у вас есть на витрине, вы разделываете самостоятельно. То есть к вам приходят курицы, индюки в тушах. Да, да. И вы здесь самостоятельно их вот так вот чик-чик-чик-чик-чик. Все верно. Рассказывайте, что почем сегодня. Филе куриное 165, филе малое 165, цыплята 100, цыплята домашние 180, крыло обрезное 97, бедрышки 130, четвертушечка 95, окорок 110, суповой куриный 35, 70 гривен желудок, куриный 100 гривен печеночка, 110 сердце, 95 ножки, 175 филе бедра, курочка домашняя 110, обычная курочка 100. Фарш с куриного бедра 150, фарш с филе 165, фарш индюшины 165. Есть утиные ножки и филе утиные. Филе 350, ножки 260. Бедрышка индюшинная 220, колбаска индюк с курочкой 210, филе индюшинное 235, шейка 110, гуляшек 155. Есть также такая домашняя курочка в разборе, это грудинка 155, четвертушечка 99. Потрошка индюшины 165, сердечко, желудочек и печеночка. Вроде все. Все рассказали? Настенька, так быстро все, как всегда, быстро, стабильно. Огромное спасибо и хорошей торговли. Спасибо вам. До свидания. Леночка, здравствуйте. Здравствуйте, Сан Саныч. Ну, я не могу не вспомнить несколько ваших титулов. Немного. Во-первых, это пчелиная энциклопедия, то есть вы знаете абсолютно все про мед. И даже если вдруг вы чего-то не знаете, то вы точно узнаете. Да. Если надо, я повторю. Да, если надо, повторите. И всегда возникает масса вопросов от зрителей. Во-первых, появляются постоянно новые зрители, скорее всего. Есть вопросы, которые просто задают постоянно. Наверное, просто это действительно или невнимательно слушают, или новые зрители. Какой вот самый постоянный вопрос? Почему у меня жидкий мед? Почему у вас жидкий мед? Он должен быть густой, а у меня жидкий. На данный момент времени весь мед, кроме единственного меда в нашем регионе, может где-то еще какой-то есть, мед белой акации должен быть прозрачным. Но это при том условии, что это действительно в жидком состоянии. Если это мед акации. Я рассказывала почему. Потому что это именно откачан до этого вот этот вот рапсовый мед. И там чистейшая акация с низким гликемическим индексом, чистая фруктоза, почти без пыльцы, потому что цветочек так устроен, что пыльник закрыт, они не имеют возможности его собрать. И он поэтому гипоаллергенный, и для людей, у кого повышенный сахар. Все остальное либо совсем разогретое, примерно вот мед, как этот мед, или как гречанный мед. Либо он просто в очень таком базар, ну в таком привлекательном виде просто постоял в термошкафу. Мы топим уже давно, ну лет 10 у нас термошкафы. Что это такое, давайте расскажем. Это большие шкафы у нас, там даже есть один на целую бочку 20-литровую, есть такие на бидоны. И мой муж их сделал сам, но сейчас это продается от шкафы-декристаллизаторы. Там идет тена, вентилятор, термометр, температура набирается 40 градусов и падает до 30. И вот так она работает. В течение там бидон топится где-то в течение около недели. То есть он в таком щадящем режиме? И он в таком режиме, как, допустим, он в улике летом там бывает выше температура, потому что солнце шпарит и жарко. Жарко и мед там все жидкий. А вообще кристаллизуется, вот спрашивают, как он быстро кристаллизуется. Рапсовый мед кристаллизуется через 2 дня. Вы тогда, помните, делали эксперименты. Мед подсолнухой кристаллизуется очень быстро. Это все зависит от, чем больше содержание глюкозы в меде, тем он быстрее кристаллизуется. Чем больше они несут пыльцы, тем быстрее кристаллизуется. Гречаный мед тоже говорят, что гречка долго не кристаллизуется. Нет, гречка кристаллизуется так же самое быстро. Но максимум в течение месяца она становится закристаллизованная. Поэтому, а почему же тогда, вот если вы за границей где-то были в магазинах, и вы там почти никогда не найдете мед, чтобы он был вот такого плана, как у нас. Да, он весь жидкий. Там он будет жидкий. Сейчас расскажу, почему. Это ГОСТ у них такой существует. Мало того, что они, конечно, будут смешивать свой польский мед с нашим украинским, с китайским, и там оно будет все перемешано. И дело в том, что в сыром меде, я рассказывала, почему нельзя детям до одного года мед. Потому что в любом сыром меде, нерастопленном, непереработанном, будет содержание большое, может быть, его и не будет, а может быть, будет какой-то разных видов спор. В том числе споры, которые болезнетворные, такие, как, например, споры ботулизма. Сами по себе, когда мы проглатываем эти споры, у взрослого человека есть фермент, который в ответственности за то, чтобы эти споры обезвредить. А у маленького ребенка еще этих ферментов до годика нету. Поэтому он, если попадает в эту среду без кислорода, эти споры начинают прорастать и выделять вот эти все ядовитые вещества. Поэтому за границей, перед тем, как мед выставить в продажу, они этот мед прогревают до сверхвысоких температур и пропускают через сверхмелкие фильтры. И отсеиваются эти споры, отсеивается цветочная пыльца. И этот мед получается как бы уже такой стерильный. По полезности я не знаю. То есть полезных свойств там минимум? Да, может быть, оно не, вот у них так заведено. Они не могут, вот у нас человек может прийти на базар и купить не только натуральный мед в натуральном виде его, он может его купить от производителя. От производителя, то есть от того человека, вот как я, вот я уверена, что у меня мед белая акация. И поэтому вы придете ко мне купите мед белой акации. А нигде такой возможности нет. И вообще я вот где не было, я пробовала везде мед. Единственный мед нормальный, где я пробовала, это была Турция, и это было ультра все включено в отеле, там где на завтраке выставлялись по 5 сортов меда, и это в рамках, это был действительно шикарный вкусный мед. А, то есть он выставлялся в рамках, вот так выставлялся? Ну, нет, там он вообще, там они так красиво привешивают его, он там течет, он такой густой. Там действительно очень хороший турецкий мед. А так вот везде. Вот спрашивают мне, почему на юге Франции они там покупали где-то мед, и он расслоился, внизу выпал осадок. Может быть, вот этот осадок немножко украинского меда попало, а сверху вот это вот все, что они там делают. Поэтому, а когда сейчас пишут, что выливают вот это масло посолнечное в эти унитазы, и сейчас отправляют назад наш шикарный украинский мед, ну это вообще уже. Я про поляков говорю. Я понял. Да. Вот поэтому, если вы сомневаетесь в меде, я сколько раз рассказывала, и не знаете, какой выбрать, и вы человека, вы видите в первый раз зимой и летом, покупайте закристаллизованный мед. Покупайте закристаллизованный, прекрасный, красивый мед, и все. И не заморачивайтесь. Он вкусный, натуральный, очень вкусный. Все, потому что тоже вот в акации, раз топить вот этот рапсовый мед, он будет свистлее, чем акации. И сказать, что акации, и купить человек, у кого сахар, и все, и загнется. Поэтому покупаем закристаллизованный. Я не хочу его топить, я трачу на него электричество, тратит мой муж время это все. Но всегда продавали разогретый мед. Раньше топили на водяной бане. Сейчас очень много людей, которые топят на водяной бане. Может быть, они вообще поставят его на костер и разогревали на костре раньше. Тоже бидоны такие были, умельцы народные. Вот и все. Понятно. Леночка, ну и давайте напоследок расскажем цены на мед. Хотя я знаю, что они у вас не меняются годами, но тем не менее, давайте вот за рамочку сразу. Рамочка 100 грамм, 30 гривен, 300 гривен килограмм рамочный мед. Видите, он даже в рамке уже закристаллизованный. То есть ему время кристаллизоваться, это нормально. Мед белой акации 200 гривен, пол-литровая баночка, липа 180, майский 150. Все мои цветочные меда по 100 гривен, бутыль 500 гривен, если заказывать. Гречаный мед 200 гривен пол-литра. Пирга 180 гривен, 100 грамм. Настойки огневка 120, подмор 100, прополис 150. Прополисам 50 гривен, 10 грамм, забрус 120 гривен, баночка пол-литровая и пыльца стоит 30 гривен, 100 грамм. Свечек пока нету, приболел мой пчеловод. Быстро разыграют, да? Вам можно звонить, заказывать, вы отправляете по всей Украине. Говорите номер телефона. Леночка, огромное вам спасибо. И вам спасибо. Как всегда, все было мега полезно. До свидания. До свидания. Поленька, здравствуйте. Доброго дня вам. Что ж, раз вас не было, но Данила, Даня, абсолютно по максимуму качественно нам все рассказал, показал, дал попробовать. Да, у нас Вова Кимбл. Прекрасно. Да, и Вова был в захвате, кстати, от вашей продукции. Я даже что-то он был прикупил, да, сало он был. Я очень счастлива. Да, да, да. Вон у нас бывает заходы, я вам открою секретик. Подъедает сало, да? Подъедает, да. Вот так вот. Вы знаете, у меня, я-то его давно знаю, и у меня уже были сомнения, что он кореец, но внешний вид все-таки подсказывает. Что, напевно, не полностью, да? Да, что он азиат. Ну, тем не менее, тем не менее, да, у вас шикарная продукция, мы это подтверждаем, собственно, поэтому вас и показываем. Но у нас-то время, время у нас, у нас серьезный ритуал, называется он окорок оклок, и он уже готов, он уже готов. Будь ласка, мы готовы сегодня. Будь ласка, какой красивый. Как горьих. Это у меня бывает, клиенты приходят, так-так-так-так-так, где, где, я не бачу, я не бачу, я говорю, что? Оленька, а если целиком, вот положите его на весы, мне кажется, сколько он будет. Потому что оттуда психанеты скажут, не давайте, Сан Санычу, разрезать, приду и все заберу. Вы что думаете, таких не бывает? Уверен. Бачите, 6 кг. 6 кг. Это, на самом деле, если честно, то великое. Зазвичай они 5 кг, не больше. Это великое. Это 6 кг, это 2,200 кг, если по этой цене. Ну, если у нас берут целый, то я всегда делаю нормальную снижку, чтобы клиентам было приятно. И вкусно, и приятно. Однозначно. Ну что? Давайте, начнем. Починаем. Ножи острые, окорок. Ну, как всегда, у нас у каждого есть своя ответственность. За гострые ножи у нас ответит от отца. Поэтому, пожалуйста, такой хороший разрез. Соковитый, свеженький, ароматный, нежирный. И максимально ароматный. Ой, класс, 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 класс. Да. Ну, цены мы уже видели на витрине, но кто не увидел, вернее, на весах 360 гривен за килограмм, цена не меняется. Цены не может не радовать, если честно. Ой, он прям вот сочный. Классный, классный, да. Ароматный, дуже классный, свеженький. Тому запрошуем. Кто съел и хочет еще, будь ласка. Ну что, мы давайте традиционно начнем вот с этого куточку. Салко, наше национальное блюдо, наш национальный продукт, наша гордость, я вам так сказала. Сьогодні вот таке сало, коштує 280 гривен за килограмм. И таке у нас причудовое, с такими гарными месными прорезями. Будь ласка, 300 гривен за килограмм. Такого классного шматка сала. Шикарно, да. Так. Одесская кухня у нас есть сегодня. До речи, в расширенном варианте у нас сегодня есть куточка по-царски, фарширована на лесниками, блинами. Тут у нас еще одна распаковка? Будем. О, класс. У нас масля на неделю, поэтому обовязково куточка с блинами должна быть. И вона есть? И вона есть. Так. Будь ласка. Та-да-дам. Рассказывайте, что здесь внутри. Тут у нас куряче мясо. Нет, давайте заново скажем. Тут у нас курячий фарш, в який додается жареный. Лучок. Жарені грибочки завертаються в налиснички. Потім ці налиснички начиняються в курочку. И вона потім запікается. Еще додается сирочок. Потому что он додал такой нежности, аромату. И начинается, повторю, начиняется в курочку и запикается. Вона мает, если мы тут снимем плевочку, то она имеет шкуринку. Да-да-да. Очень классная шкуриночка. Да-да-да. И она, кстати, тоже очень вкусная. Да. А я люблю, знаете, что я даже люблю ее... Это вообще холодная закуска, а я люблю ее немного подогреть. Ага. И тогда она вообще классная. Ну, это сугубо мой лайфхак. Ціна? Рецептик. Ціна? 350 гривен за килограм. У нас еще есть рыбка. Сейчас у меня остается сматочек. Но хлопцы должны мне подвезти. 350 гривен за килограм. Это фарширована рыбка. Фарширована рыбка. В складе у нас судачок карпищука. И одесская шика фарширована куряча. 250 гривен за килограм. Один шарик будет у нас стоять десь порядка 100 гривен. Угу. Идемо далее. Почаревок вареный. 330 гривен килограм. Вон у нас вареный. С чеснечком и с перцем. Доволен ясный. Звертаю вашу увагу. Если вы желаете больше соли, я всегда... Найдете. Солонинка. 330 гривен за килограм. Сегодня у нас такая средняя. Сало с мясом. Вот как раз вот самое оно. Я смотрю особенно на эти верхние два кусочка. Вот как раз то, что надо. То, что нужно. Да. Ну, если захочете больше мясного, то мы всегда найдем. Просто это будет как раз вот самая. Она будет и мягенькая. И не будет... Ну, короче. Идеально будет кушать. А еще если тоненько нарезать, да? Да. На черный кусочек греночки такой поджаренный, да? Да. Вы все знаете. Аааа. Вы все знаете. Вы все знаете. Да, 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 да. Вы все знаете. Вы все знаете. Вы все знаете. Вы все знаете. В копчене. 370 гривен за килограмм. Одна така качалочка десь 500 грамм. Может трошки больше. Тому продаются целиком. Мы их не разрезаем. Далее запечена шиева в рукави. 380 гривен за килограмм. Три варианта запеченого мяса. В рукави без спец. В фальзе трешки спец. Тут будет такий перчик духмяный. Он дает лишь для аромата. А перченостей в нем нет. И есть бальчик запеченный в панировочном сухаре. И набор прованских трав. 370 гривен за килограмм. Рулетик свинный. У нас 360 гривен за килограмм. Это частина почеревка. Завернута в рулет. Запечена чесничком и перцем. Очень классно. Мне за смаком напоминает домашнюю ковбасу. Такой, если ковбаса закинчается, я могу легко продать и запропонировать рулет. Он классный. Он просто смачный. Далее у нас копченный почеревок. 350 гривен за килограмм. До речи, очень классный, очень мягкий. Я на тот разрез не вижу. Но вот этот разрежем. Классный. Мягенький. Бачу, шкуринка тоже будет мягенькая. Если кто любит шкуринку, то будет очень мягенькая. Как вариант, мы еще имеем печеную грудинку. Это то же самое, что и почеревина. Но почеревину мы нарежем такими красивыми полосками. А грудина запекается целым шмотком. Додаются спеції. Тут всякие разные. Бачу, тут и речка, и болгарский перец, и морковка сухенькая. Ну, смак очень классный. Есть также с чесничком и перцем. 360 гривен за килограмм. Далее у нас есть кровяночка. У нас есть печенок в кольцах. И варина. 180 гривен за килограмм. Розпаковка. Розпаковка. Какая красота. Варина кровяночка у нас будет более жирнейшая. В ней больше печенки. И она будет более перченейшая. Очень классно. Рекомендую. Печенковый паштет. У нас сегодня два варианта. В кольце. 200 гривен за килограмм. И запеченный в жировой ситочке. Также 200 гривен за килограмм. Он будет более сухой. Так как когда он запекается, весь жирок сикает. И его можно порезать. Классный на хлебчик. А этот. А уже ж. Подсмажите. Белую гриночку, да? Можно. Подсмажите белую гриночку. Намастите. Твостеньким шаром паштетик. И приемного. Можешь помидорочку тоненькую сверху, да? Какая фантазия. Да-да-да. Сейчас да. Но тут уже не писюрик. Тут просто кофе, мне кажется. Ви знаете, чисто, как я, то я люблю кружку нормального горячого чайку с сахарком. Да-да-да. Сахарком. Вот люблю и все. Ну, что сказать? И что вам можно там отказать? Далее. Зельц языковый у нас. 380 гривен за килограмм. Нагадую. Тут у нас говяжьи язычки. Да. Зельц мясный. И тут у нас свина, голова, свиньи щечки. 300 гривен за килограмм. Доволі відбирні. Тому, что обычно в тих местах, там, голове и в щечках, вона більш жирніша. Да, видно, видно. Да-да. Ми відбираемо, так? Просто щечки сверху помастити. Не говорите. Сама біла. Вибачте, гроші потрібні. Так. Далее у нас варено-копчені колбаски. Є сервелат свинний. Є сервелат говяжка. Сейчас на разрезе покажу. Вони мають відмінність. Тут, бачите, таке мілень сальце. Дуже смачний, мягенький і лагідний. Це київська колбаска. В неї буде трішки більше сальце. Ніж у сервелаті. Вони 430 гривень за кілограм. Паличка десь до 170 гривень за кілограм. Але, ми бачите, можемо вам відрізати навіть половинку. Мисливський сервелат – 450 гривень. Королівський сервелат говяжий – 450 гривень за кілограм. В'ялене м'язко – у нас сьогодні філеечка говяжа і баличок свини – 600 гривень за кілограм. Банкетне меню – 750 гривень за кілограм. Є різноманітні. Салями говяжі, салями свині, браун швецька, брізоло. Класна. Взагалі цю прям рекомендую 155 мільйонів раз. І бастурма. Бастурма – 750 гривень за кілограм. Це у нас говядина. Є у нас два варіанти. Тут одні спеції, тут трішки інші спеції. І яка із них буде більш перченіша, яка буде менш перченіша. Ну, і та буде однозначно вкусною. Але так, але всі будуть смачні. Тут я з вами не можу не погодитись. Далі. Лікарська колбаска. Телятина у складі у нас – 370 гривень за кілограм. Любительська. Ну, сніданок. Жарене яєшня. Два колечка. Глазуння, так? Так, два колечка любітівської колбаски. Вкинули на пательню. Вона трішки зала золотава. Туди яїчко. Кришечкою накрили. Пару хвилин. І смачно. Так? 370 гривень за кілограм. Шинка – 450 гривень за кілограм. Дуже класно. Бачите, таке цільне м'язко. Так. Чотко. Далі. Сардельки у нас є. Тут забули підставити. Телячі. Телячі. 370 гривень за кілограм. Є у нас з сиром. Є у нас без сиру. Класичні. Сосисочки. Телячі. Дитячі. 400 гривень за кілограм. Індичі – 450 гривень за кілограм. Далі. Якщо погода дозволяє, можна вже гриль. Це у нас купати. Є курячі. 350 гривень за кілограм. Є гов'яжі. 400 гривень за кілограм. І є свині. 400 гривень за кілограм. Дуже швидкі, до речі, готовляться. Безумовно, дуже смачні. Тому, будь ласка, рекомендуємо. Так. Далі. Мисливські. Це взагалі щось. Це щось з чим-то. Це ще один ритуал. Так. Це ще у нас один ритуальчик такий. Кільверх із мисливських ковбасок. Будь ласка. Раз. Так. 500 гривень за кілограм. Угу. Дуже зручно. Дуже мало займають місця у вашій дамській сумочці. Захтіли перекусити. Достали. І все. Обідник готов. 500 гривень за кілограм. В упаковці йде пів кіло, наскільки я знаю. До пів кіла. Може бути трошки менше. 300-400 грамів, 450. Якщо пів кіло, то це найбільша упаковочка у нас. Ну, і також у вас ще є широкий вибор. Так. Домашніх пельменів, варенів, лапши. Розкажіть. Є у нас гов'яжі пельмені – 300 гривень кілограмм. Свинина з говядиною – 290 гривень кілограмм. Свинина – 280 гривень, курячі – 260 гривень. Голубчики у нас – 300 гривень кілограмм. Варенники з бараболію – 180 гривень. З капустою тушкованою кислою – 190 гривень. Вишня і сир соляний – по 200 гривень за кілограмм. На лістике з м'ясом, свинем – 370 гривень. З курячим – 350 гривень. І з солодким сиром та родзинками – 350 гривень за кілограмм. Як ви все вкусно розказуєте. Дякую. Ну, крім цього, вам можна звонити і все заказувати. Ви відправляєте по Україні. Так. Говорите номер телефона. 095 17 127 18. А графік роботи? З понеділка до понеділля. Кожного дня. Кожного дня без вихідних. Без вихідних. Не, ну я маю вихідні. Понятно. Але у нас завжди тут хтось є. Ви ж талантливий руководитель. Ви можете себе позволити, да? Я прав. Огромне спасибо. Кстати, отлично, что вы напомнили нам, что у вас есть шикарные вареники и пельмени. Мы сейчас пойдем в молочный ряд и будем узнавать цены на сметану. Потому что без сметаны ни вареники, ни пельмени есть возможно. А вам огромное спасибо. До свидания. Я вам дякую и бажаю. Гарного дня. До побачення. Наташенька, здравствуйте. Здравствуйте. Слушайте, ну вы шикарно выглядите. Я вас смотрю на ваш желтый имидж. Спасибо. Я думаю, что если нужно будет мне там на время отлучиться и попросить, что вы провели за меня передачу, без проблем, да? Конечно. Да, корпоративный цвет у нас с вами совпадает. Только что были у Оли, у нее там есть шикарные вареники и пельмени. А к вареникам и пельменям же полагается сметанка. Конечно. У вас есть? Сметана и сливка. Все есть. Расскажите. Давайте, ну расскажем, наверное, начнем отсюда, а потом покажем сливки и сметану. Творожок жирный 160, нежирный 100 гривен, топленый 220, брынзочка коробка 170, овечка 240. Маслечко 400 гривен в килограмм со сливочкой. Шикарно. Яйцо домашнее 70 гривен куриное, десяток перепелиное 60 гривен коробочка, там два десяточка. Два десятка. Масляное, да? Да, да, да. Масляное сейчас потом быстро разбирают, хотя мы сейчас рано еще находимся на рынке. 160 килограмм блинчики. Домашнее там молочко? Все яйцо, все домашнее. А молочко домашнее почему? Молочко 40 гривен литр домашнее. То есть бутылочка стоит 60 гривен, да? Да, полторушка 60. Угу. И? Сметана 150 литр, сливочка 220 литр. Угу. Ряженка 50 гривен, пол-литровая баночка. Топленое масло. Топленое масло. Топленое 300 гривен баночка. Очень полезная, да? Можно и нужно жарить яйца и вообще употреблять пищу. Конечно. Вы работаете каждый день? Каждый день, да. Ваша торговая точка, здесь кто-то есть, да? Да. Вам можно звонить, вы по Украине не отправляете, но одесситы могут заказать. Да, да. Нужно отложить и также можно отправить такси доставкой. Можно, да. Говорите номер телефона. 097 439 749 и 5. Наталья. Наталья, огромное вам спасибо. И вам спасибо. Всего доброго. Теперь давайте узнавать свежие цены на свежие куриные яйца. Итак, то, что мы визуально видим, что цены по сравнению с прошлой недели стали ниже. Вот это яйцо я точно помню было 50, сейчас оно 43, то есть очень существенно цена опустилась. В общем-то цены на ценниках, вы их видите и озвучивать их смысла нету. Мы мониторим одну и ту же торговую точку каждый раз и вы всегда можете отследить динамику цен. И это очень-очень важно. В общем, цены я вам показал. Идем дальше. Вышли на улицу. Погода, конечно, не фонтан, немножечко моросит и людей меньше. Гала, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. У вас все было накрыто, вы открыли, чтобы показать нашим зрителям, да? Да. Да. Хотя, смотрите, как красиво, да, капельки дождя. С росой. Да, 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 да. Все свежее с росой. Угу. Что со ценами происходит? Вас не было, вы были в отпуске? Отдыхали недельку. Угу. Недельку-две. Недельку-две, да. Недельку-две, да. Две недели, Катюша, за вас тут отдувалась. Да, да, старалась. Молодец, я смотрела. Да, конечно. Я тоже думаю, что молодец. Вы отпустите в отпуск за это? Да. Конечно, конечно, как же. Катюш, я договорился, ты идешь в отпуск. Так. Хорошо. Все на те же самые. Да. На яблочке то же самое. 35 и крупненькие отборные 50. Ага. Мандаринчики еще выбор тоже хорошенький. Вот такие маленькие 60. Есть 70-80, по 100 есть. И есть израильские, они самые дорогие, 160. Молдова еще есть, да? Молдова, да. 150. 150 тоже. Говорят, последнюю, но что-то везут и везут. Везут и везут. Потом была последняя, потом предпоследняя, потом предпоследняя. Клюквочка 65 и 130 литровая баночка. По груши. Вот такая игрушка мелкая 70, средненькая 90 и крупненькая 100. Появилась вот такая игрушка импортная, форелька, сорт называется. Она идет твердая, сочная, сладкая, хрустящая. Она 170. Да, я такой еще не видел, интересный вид и цвет. Да, да. Она будет аж до лета. Вот такая игрушечка 120, тоже, это местная игрушка. Появились у нас персики испанские. Ух ты. Есть нектаринчик, есть обычный персик. Интересно, это у них они уже выросли или это у них с холодильником? Наверное, у них холодильник, она вряд ли не выросла. Вряд ли в этом сезоне еще персики. Они, наверное, хранили Испания. 250 и виноградики тоже оттуда, тоже 250. Есть белый кашмыш, есть розовый кашмыш и есть кардинал. По авокадо. Обычные авокадо есть маленькие 60, крупнее 70. Королевские есть крупненькие 85 и мельче 75. Гранатик 150, как был, так и есть. Лаймики по 25. По мелкой есть красные, есть желтые по 100. Киви голд подорожала, она тоже заканчивается. Вот эта крупненькая 700 и вот есть такая по 400. Тоже киви голд, но она не такая вкусная. Да-да-да, понятно. Даже по виду видно. Обычная киви 140, была 130, стала 140. Лимончики есть турецкие 80, есть 100. Клубника? Клубника, мы как-то от нее так отходим. 300 килограмм цена хорошая. Была 350, стала 300. Голубичка вот такая крупненькая, тоже приехала по хорошей цене 800, была 1000. Манго? Манго 350 и есть мелкие по 270. Угу. Имбирь? Имбирчик 250 за килограммчик, апельсины Испания 150, апельсины египетские по 80 и по 100. Бананы? Бананчики 90 и вот такие по 60. Скажем так, второй сорт, да? По оценке, да. Кумкват? Кумкватик 500 килограммчик, хурма 120, шарончиков уже нету. Появились вот такие у нас апельсинки, то, что мы рассказывали. Да-да, я их брал, да, интересный вкус. Ну, они брали, вот они были такие, а сейчас приехали вот такие, гранатовые. Такой кисло, такой сладкий был вкус интересный. А эти с кисленькой, тут граната больше дали, наверное. А это с грейкой. Цена? Они 120 и 140. Чернослив допродаем вяленый 200, копченый по 150. Это квачка 35 за килограммчик, узварщик 40 за полкило. Допродаем тоже вот эти коробочки по 100. Чистое здоровье. В чаек, друзья, идеально добавили. Да, да. Картошечка как была 30, так и есть. Есть разные у вас и лимонка, да? Да, лимоночка и белая роза. Есть королева Анна еще. Редисочка подешевела, была 130, стало 100. На вес уже пошла массовая редисочка. На пучок было 35, уже по 30. Квашеная капусточка 60 за килограммчик. Борщевой набор. Капуста 20, буряк, морковка и лук по 25. Фиолетовая капусточка 50, маленькая была, крупненькая 60. Пекиночка по 40, порейчик 130, корень сельдерея по 80. Чесночок 150 местный и 200 китайский приехал, подорожал. Бататик 130 подешевел, зеленушечка по 15, салатик 25, шпинат, щавель 25, кинзочка 25, рукола на вес 500 кг. Такой красный? Да, такой красный по 80 и плоский по 150. Вот он, да. Да, плоский. Вот эти вот корни. Да, петрушечка есть на пучок 40 пучочек, есть на вес 20 за 100 грамм. Молодая капуста по 90, голубцовая капусточка 45. Вот там внизу, да? Да, да. Вот она. Да, да, да. По огурцам. Огурчики есть 120 привозные с этой стороны. Вот это привозные? Да, привозные. Это Турция, да? Турция, да. Рядом Умань 140, эстафета Николаевска 180 и домашний по 200. А вот это вот редиска, то что мы говорили в пучках? Редисочка 30 пучочек, да. То, что мы говорили. Ага. Помидорка турецкая 110, на веточке 130, черри 130 и на веточке 150. Это импортные. Местные помидоры наверху. Микада Уманьска 230, черри микадные на веточке 300 аж наверху и обычные по 250. И есть испанская черри 280. Вот приехала она вот в такой распасовке 140 и такая по 100. Прямо такой ассортир, да? Да, да. Очень вкусная, сладенькая. Интересно. Селера. 140, что это? Что это, да? Нет, это по 100. Ага, это по 100. Да, да. Интересно. 300 грамм там 100 гривен хорошая цена. Селера 130 за килограмм стебли. Ага. Появилась у нас спаржа. Вот такая. 220 за пучок. Есть. 500 за килограмм получается. Миксы 65 за корзиночку. Айсберг 100 за штучку, 200 за килограмм. Брюсселька 50 за упаковочку. А килограмм? Килограмм 200. Ага. Грибочки у вас? Да. Грибочки у нас по 100 и по 120 королевские. Как хорошая. Цветная брокколи по 150. Ага. Да. И масло домашнее 80 за литр, 40 за пол. И яйца, как обычно. Почем? 50 за десяток. У вас домашние яйца. И еще есть редька по 60 вся? Да, это остатки у нас. Остатки уже, да? Ждем свежего завоза, дайкона, арбузки нету. Черное есть, а таких нету пока. Ждем. Вроде бы все рассказали, да? Конечно. Галь, вам можно звонить заказывать. Да, да. Вы отправляете и по Украине, и по Одессе такси достатка. Да, и за городом, куда надо отправляем. Говорите номер. 098-564-7512. Спасибо вам огромное. До свидания. И вам спасибо. До свидания. Шагбос, привет дорогой. Здравствуйте. Слушай, ну у тебя всегда широкий ассортимент орехов. Да. То есть любые орехи, которые есть в природе, да, наверное, ну может быть не все, конечно, но даже я думаю, что если чего-то нету, тебе можно заказать. В принципе можно найти, да. У тебя восточные сладости, причем разные абсолютно. Это такой у тебя рай для сладкоежек. Да. Ух ты, халва, что хочешь. Пахлава, баклава, все есть. Есть. Есть у тебя очень много разных конфет. Да. И также у тебя есть сухофрукты различные. У тебя есть и курага, и изюм. Финики. Финики, инжир, что хочешь. Там у тебя еще на улице есть специи, потом тоже обязательно пойдем посмотрим. Да. Слушай, давай расскажем вот подробнее по ассортименту и по ценам. Угу. Что почем. Я у тебя брал, это у нас кище жареный в соли. Вот он очень вкусный. Вот я у тебя его впервые попробовал. Да. Почем он? Это 550 кило. Кило. Ну тут же можно взять любое количество. Конечно. Можно сделать ассорти по 100-150 грамм взять на стол. Красиво, вкусно. Тем более, что вот еще вот я их был смешал в одной вазочке вот соленые вот с этими сладкими, с миндалем сладким. Миндаль. Очень вкусная получилась ассорти, друзья. Почем такой миндаль? Это 450 кило. Угу. И тоже миндаль есть и жареный, и не жареный. И все орехи так есть. Есть сырые, есть жареные, да? Так, почем, знаешь, что я тебе хотел спросить? А почем у тебя фундук? Фундук 500 гривен кило. Это очищенное, есть жареное, есть вот самое крайнее, сырая 400 кило. Угу. Так, там вот это кокос, да, стружка? Да, кокос вот стружка. А вот там в углу это миндаль нечищенная? Нечищенная, да, узбекская. 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 Почему? Это 800 кило. Кабаковая семечка? Это турецкая 300 гривен кило. А это что, чипсы бананы? Банановые чипсы, да, 250 килограмм. Фисташка сырая, очищенная, несоленая, 1000 гривен кило. А рядом пекан тоже, не жареная, сырая, 1000 гривен кило. Там рядом есть имбирь в сахаре. Ух ты. Да. Он по чем? Это 250 кило. А что себе делать? Ты его в чайке, да? В чаем употреблять, да. Да. Очень полезно. Вверх есть еще манго несколько видов. По чем оно? Манго по 200 гривен, полкило. Что там еще есть? Там есть еще рядом имбирь без сахара. Есть маракуйя тоже без сахара. Эти по 250 гривен, полкило. Так, ну и давай посмотрим вот сухофрукты. Сколько у тебя кураги? Раз, два, три. Шесть видов. Шесть видов. Она разная, разная страна. Похожение, скажем так, да? Да. Откуда она? Ну вот единственного вида есть турецкая, а остальное все узбекская. Ну она вот даже узбекская, она отличается вот, ну, чем она отличается? Ну там разных сортов абрикосов. Это разные сорты абрикосов? Да. Есть крупные, есть мелкие, сладкие, кисло-сладкие. То есть кому какая нравится? Да. Ага. И цены какие, расскажи. Вот это три позиции 400 гривен. Да. Вот это 350, 300 и 250 кило. Угу. Изюм? Изюмчик есть тоже шесть позиций, это все узбекски идет. 140, 160, 180, 250 и 300 крупно. Финики. Чуть трутку не берешь. Финики. Чуть трутку не берешь. Финики есть 100 гривен, есть 150, инжирчик есть еще 350 кило. Угу. Есть еще вот такой коробочкой в финики. Это он в шоколаде, да? Да, там? Нет, это просто вялено. А, нет, это финик так или нет? Ух ты, ну вот он в шоколаде. Нет, это просто так, вялено, 100 гривен коробочка, там 550 грамм. Кофе. Кофе есть 250 граммовый 220, полкилограммовый 440. Какао. Какао тоже 220. Чай турецкий? Чай турецкий 250. Угу. А там у тебя что, это оливки, маслины? Да, маслина вяленая тоже турецкая. Есть кунжутная паста. Угу. Угу. Понятно. Есть еще гранатовый соус. Вот это в бутылочке, да? Да, вот это в верхней которой тоже самое, и это тоже. Угу. Улица у тебя есть специи? Пошли покажем, что у тебя еще есть. Легкий дождик, но тем не менее мы под зонтиками. О, такой почем кофе? Кофе это 75 граммовый. Это 100 граммовый. И есть вот такие, это что тоже манго. Да. Вяленая пересыпка с сахаром. Полкило 150 гривен. Ага. Угу. Угу. Шикарная. Возьмите можно. Угу. Ну сколько людей. Угу. 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 Довольф, спасибо. Спасибо. Хорошего дня. А мы в магазине сельский птах. Светочка, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, судя по названию, у вас есть птах. Да. И он сельский. И он абсолютно разный и сельский есть. Это бройлер, домашняя курочка, да? Да. Да. Ну, сегодня их не так уж много осталось. 110 гривен килограмм. Да, килограмм. Есть цыплята. 120 гривен штучек. А сколько она вот в среднем весит? Ну, вот 2 200, 2 400. В этот раз она не крупная. Угу. Есть цыплятка. Цыплята разные. Они поштучны, вес у них абсолютно у всех разный, на любое предпочтение. Кому поменьше, кому побольше. Но цена за штуку. Цена за штуку, да. Бульонных две курочки осталось. Очень шикарный из них бульон. Можно варить от трех часов как минимум. Один несчастный, одинокий окорочек. Счастливый. Счастливый, но одинокий. Заберите его, да. Вот. Уточка у нас, муарды хорошие. Грудка красивая. Какой у нее вес? Вес, да, до трех. Там 2 900, вот так вот. Кролики до двух килограмм. Кило 700, кило 800, вот так вот. 210 гривен килограмм. Вот. Из такого осталась шея, сердечки, печеночка куриная, желудочки. Ну, разобрали у нас бедро индюшинное, лапы и бульонные наборы. 230 гривен килограмм у нас филе индюшинное. Угу. Вот. И есть белый бройлер. Он тоже отличается от заводской продукции. Это домашняя курица. Она более идет плотное мясо у нее. Это бедро, пулечки, окорочка, крыло, филе, филе бедра. И есть два вида фарша. Филе бедра и филе. В фарш не идет шкура, это чистое филе. Вот. Ну и, естественно, у нас есть еще доброму полуфабрикаты. Полуфабрикаты домашние. Пельмени, вареники, есть ленивые вареники, сырные палочки, фаршированный перец, котлеты есть рыбные, по-киевски, зразы с грибами. Есть голубцы, наггенцы, чебуреки, даже суп-наборы для ленивых есть. Кому лень готовить. То есть там уже все только воды добавить, да? Да, да. Минут 30 и готово, да. Шикарно. Вот. Ну, и доп. Продукты такие, как приправки для курочки и яичко домашнее. В общем, как-то так. Вам можно звонить, все заказывать. Вы отправляете по всей Украине, да? По всей Украине, новой почтой, Укрпочтой. Ну, чаще всего новой почтой, потому что доставка идет быстрее. Вот. Номер телефона для заказа 066 116 57 76. Светочка, огромное спасибо хорошему торговлю. И вам спасибо. Хорошего вам дня. А это что ж такое? Это что, каштаны? Каштаны съедобные. А как их есть? Жарить или варить? Кто как любит. На вкус типа как картошка. Да ты что? Да. Откуда они? В Китае. Крупные, шикарные. А вот те, которые у нас потом в Одессе, их тоже можно жарить? Нет, наши не подходят. Это именно сорт специальный. Если эти посадить, то может вырастут и будут такие же расти. Прикольно. Ты их ел лично? Не, я еще не пробовал, а люди пробовали, приходят все берут, всем нравится. Друзья, кто знает, кто пробовал, кто знает рецепты, кстати, напишите, потому что это такая вообще экзотика экзотика. Хотя когда-то для нас апельсины и мандарины были экзотикой. Да. Сейчас у нас с этим уже точно не удивишь. Дим, расскажи, что у тебя, по чем? Каштаны 250 килограмм. Килограмм, да? Да. Килограмм. Они что, жарятся потом? Жарятся, да. Надо чуть-чуть там понадрезать, потому что если так целиком поставить, то могут взорваться от температуры. То есть есть технология. Да, почистить чуть-чуть как бы надо. А так все жарят, всем нравится. Киви такой у тебя интересный? Киви, да, бабочка, сорт. Простой. 130 гривен килограмм. Есть апельсины красные, испанские, шикарные. Рядом груша китайская. Апельсины 140 килограмм. Вот это груша китайская? Да, груша китайская, 180 гривен. Почему у тебя клубника? Клубничка 300 гривен килограмм. Греция свежая, шикарная. Помело? Помело 100 гривен килограмм. Грей? Грей 90. Апельсинчик? Апельсинчик. Апельсинчик Испания 140. Египет 80. А что Испания прям настолько слаще? Да, намного слаще, вкуснее, сочнее. Хурма. Хурма 100 гривен килограмм. Слушай, мне уже недели три или четыре рассказываешь, что хурма отходит, отходит. Отходит, да. Так, почешить. Не спеша, да? Да. Кукуруза есть молодая. Где? Сенегал. Вон с той стороны. Слушай, у тебя реальная экзотика. Ну да. Черешня есть. Черешня чилийская, свежая, шикарная. Покажи. Вот она такая. Цена какая? Полторы тысячи килограмм. Полторы тысячи килограмм. И кукуруза? Кукуруза молодая. Сенегал. 100 гривен качат. А какая была цена, вот ты не помнишь? В том году первая наша мраморная 65 гривен была. 65 была, да? А когда был сезон, то гривен по 25, наверное, по 15? 25 не меньше. 25-30. Не меньше, да? Ну то есть, друзья, кто хочет прямо сейчас захотелось отварить кукурузки, то она и есть на новом рынке. Спокойно. Вообще неожиданно. Класс. Угу. Так, такие миксы я уже видел. Почем они у тебя? 100 гривен. Ага. Здесь три вида? Три вида черри. Три вида черри. Угу. Класс. Мандрины Израиль. Шикарные. Премиум класса. Почем? 160 килограмм. 160? Перстик. Ага. Чилийский нектарин чили. Перстик почем? 250 килограмм. Нектарин? Тоже 250 в одну цену. Бананы? Банан 90 доли шикарные. Банан поднялся. Ананас красивый такой? Ананасики, да, 200 гривен любой. Кокос питьевой. Питьевой кокос уже идет с трубочкой, да? Да, сразу готовый. Только нажил и сразу трубочку вставил, пьешь. Цена его? 150. Манго. Манго? 280 штук. Слушай, ну у тебя такая экзотика, да? Есть еще, кстати, виноград. Виноград. Кишмыш. Кишмыш. Аватар без косточки. Почем? 250 килограмм. Так. Голубика шикарная, крупная. 700 гривен килограмм. Яблоки? Яблоки все по 40. Все по 40. Да, разливые крупные голды. Разные сорта, все по 40 гривен. Спаржа. Ну, спаржа как спаржа. Спаржа как спаржа, но это тоже как бы не у всех есть. Да, тоже. 250 пучок. Киви голд уже тоже. Сейчас в межсезонье будет, не будет. Уже цена поднялась 550 килограмм. А так обычно 300-350 в сезон. Кумкват? Кумкват 400 килограмм. Испания шикарная. Петахая, желтая, белая, есть красная. Она в одну цену или? Да, вот эти 250. За штуку, здесь цена за штуку, да? Да, за штуку. И вот такая вот красная внутри, то белая внутри, та белая. Вот это вот 350. Так, то есть я не ошибаюсь, красная самая сладкая, да? Мы ее развязали, тогда делали эксперимент. И сладкая самая такая. Красная, да. А белая это тоже вкусно. Ну, она более такая нейтральная. Скажем, ее можно сравнить с авокадо, да, по вкусу. Ну, так, плюс-минус. Ну, что-то такое. Или как киви, типа, оно не сладкое. Да, да. А это прям будет сладенькое и душистое такое. Это сладкое, да. Имеет интересный такой цвет. Свет насыщенный, красивый. Все рассказали? Да, авокадо, хас 70 гривен. Ага. Обычный зеленый 50. Ты работаешь каждый день, да? Каждый день. И понедельник тоже? Да, любой день. Угу, супер. Слушай, ну, интересная торговая точка, благодаря тому, что действительно у тебя есть прям вот такие эксклюзивы. Груша, форель, красная. Вот это вот форель? Да, типа дюшес. Ага. Почему она? 160 килограмм. И гранат? Гранаты 150. Сколько? 150. Турецкие. Хорошие, сладкие. Ты нам все рассказал? Да, вроде да. Так, найти тебя легко. Это, получается, вот, друзья, выход в княжеский переулок. Вот прям это первая ворота. Вот заходите в них и, в общем-то, рано или поздно… Да, меня найдете. Возле напоев. Возле напоев. Сразу. Возле напоев. За напоями следующие. Супер, хорошая тебе торговля. Спасибо. Спасибо. Приходите. Юленька, здравствуйте. Здравствуйте. Мы, конечно же, хотим сделать полноценный обзор для наших зрителей. А куда же без цен на зелень? У вас всегда широкий ассортимент зелени. Разная абсолютно. Есть практически все. Ну, во всяком случае, по сезону точно. По сезону, да. Да. Ну и также у вас есть овощи разные. В общем, сейчас все это будем узнавать. Рад вас видеть. Взаимно. Прекрасно выглядите. Спасибо. Взаимно. Кстати, эко-зеленушка – это ваш инстаграм, на него можно подписаться, да. И, собственно, там вы также принимаете заказы. Да, писать, заказывать, да. Ответим всем с удовольствием. Рассказывайте, что и почем сегодня. Что и почем сегодня. Так, шпинатик вот такой вот, 20 гривен за пучок. Такой красивый, добротный пучок. Рукола – 30 гривен пучок. Так, тут у нас кизочка есть 20, кизочка 20, щавель 15, лучок, петрушечка, укропчик по 15. Вот эти все салатики на вес, 30 гривен за 100 грамм, айсберг 180 за килограмм, пучок обычный 20, редисочка вкусная 35 гривен за пучок. Вот такие миксики, тут рукола, шпинат и манголь – 70 гривен коробочка. Чистое здоровье – 150 гривен килограмм. Огурчики, умань и эти, и эти, вот эти по 140, такие по 200 гривен за килограмм. Это те, которые с цветочками идут такие, да? Помидоры тоже умань – 220 за килограмм. Такая желтая – 160 и 140 – обычная коктейльная помидорка. Тимьянчик и розмаринчик по 20 гривен за пучок. Авокадо – 95 хас и 65 зелененький. Перчик – 160 за килограмм. Разные виды микрозелени. Я подойду, я подойду, потому что у вас туда ее много. 60 гривен любая коробочка. Любая коробочка. Это у нас получается горох. Это пшеничка, редисочка, подсолнух и кинза. Топинамбур – 100 гривен за килограмм. Он уже по килограмму у вас рассортирован, да? Да, по килограмму. Морковочку, да, моете? Ой, какая умничка. Не успела помыть 40 гривен за килограмм. Мы же рано пришли просто еще. Так, что здесь внизу у вас? У нас там поречек – 200 гривен за килограмм в краю. Петрушечка, корень петрушки – 20 гривен 100 грамм. Чесночок – 200 гривен килограмм. 60 гривен – черная редька. Черемша – 20 гривен пучок. Одну. Перчик. Перчик – 10 гривен штучка. 30 – лучок. Дайкончик – 100 гривен килограмм. И 80 – арбузная редька и корень сельдерея. Еленя, вам можно звонить и все это заказывать. Да, пожалуйста. Говорите номер телефона. 096 810 1047. Вы отправляете по Украине? Да, отправляю. Огромное спасибо. Да, пожалуйста. Хорошего дня вам. И, конечно же, наш обзор будет неполным, если мы не узнаем цены на соленья, а их на новом рынке, смотрите. Ну, глядеть – не переглядеть, есть – не перевесть. Наташенька, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вот, казалось бы, уже было потепление, а сейчас опять похолодание, тем более, если у него еще дождь несколько дней подряд. И так и хочется, да, прийти к вам? Конечно, хочется. Конечно, хочется, да? И приходите, да? Обязательно. У вас всегда все свежее. У вас всегда есть очень много новинок. Мы вообще широкий ассортимент. Мы стараемся, чтобы все было свеженький, вкусненький. Кстати, перчики, мне кажется, вот этого не было, да? Вот такие перчики. Перец фаршированный есть. Мы стараемся, чтобы всегда было. Я просто, мне кажется, даже раньше на него не обращал внимания. Хорошо, давайте расскажем, что сегодня есть, почем. Вот. Если будут какие-то новинки, вы нам расскажете. Я понимаю, что самое главное… Витаминки все свеженькие, новенькие. Вот капусточка с яблочком. Мы уже как бы весенние цены сделали 60 гривен килограммчик. С яблочком и без яблочка. Салатик витаминка со свежим перцем 100 гривен килограммчик. Морковочка 15 гривен 100 грамм. Сельдерейчик 25. Салат микс 20 гривен 100 грамм. Салатик огуречный медовый 20 гривен 100 грамм. И маринованный огурчик 20 гривен 100 грамм. Либо 100 гривен баночка литровая. Смотрите, вот такие вот красавчики хорошенькие. Теперь бочковый огурчик 120, 100 и 80. Но есть у нас и 50 гривен килограммчик огурчик. Вин плотненький, хорошенький, очень вкусный. Весь семечки нема, весь хрустящий. Для голубчиков капусточка 60 гривен. Качанчик вырезан, сами листики 60. И листики отобраны, вот уже готовы. Вы принесли домой и крутите. 50 гривен килограммчик. Иде у нас морская капусточка 25 гривен 100 грамм. Капусточка с буряком и куркумою 100. Бурячок 100. Спаржечка 25 гривен 100 грамм. Ушки по-корейски с горчичкой 50 гривен 100 грамм. Теперь у нас идет сливка с орешком в винном сиропе. 40 гривен 100 грамм. Но у нас есть еще сливка вот такая маринована, очень вкусная. 200 гривен килограмм. Она очень хорошая. Она маринована в чем? В сиропе. В сиропе. Но без косточки. Без косточки. И без вина. Без вина. И больше берут запекать с мясом. И так кушать. Есть морковные роли с домашним творожком 30 гривен 100 грамм. Баклажанчики в аджике. Баклажанчики фаршированы с сельдереем и с чесничком. Баклажаны фаршированы и перец фаршированный. И баклажана икра это 20 гривен 100 грамм. Вкусненько. Можно маленькую коробочку, можно побольше коробочку. А такая коробочка 100 гривен. Заправляем чесничком. Вы принесли домой и кушаете. Очень вкусно. Помидорка в аджике более остренькая и менее остренькая. 120 гривен килограммчик. И перец медовый. Очень вкусный. Мясистый. Можно фаршировать фетой. Это вообще бомба. 20 гривен 100 грамм. Помидорка бочковая. Зеленая. Красненькая и буренькая. Такая 100 гривен килограммчик. И помидорочка фарширована, маринована. Сладенькая. 150 гривен килограмм. Либо 100 гривен тоже литровая баночка. Очень вкусненькая. Целенькая, хорошенькая. Очень удобная. Да, очень удобная. Мы взяли и открыли, когда надо и кушаете. Теперь у нас идет цветная капуста. 20 гривен 100 грамм. Ну мы делаем, как у нас такая фишка есть. 300 грамм на 50 гривен. Перец остренький капуста. 15 гривен 100 грамм. Малинка. Очень вкусная. Напиток делать и чай пить. 100 гривен баночка. Кабачковая икра 100 гривен. Аджичка 80 гривен. И 60 гривен маленькая баночка. Вот такая. И 60 гривен вот такой перчик остренький вкусненький. Все рассказали? Ну такого самого главного вроде бы все. Я посмотрю, у меня груза разбегается. И как бы. Да есть. Ну есть конечно. Вот такой вот. Томатный сок. Мой любимый томатный сок. Расскажите за него. Очень вкусно. Вы его варите на костре. Варим на костре. В большой емкости. Он вываривается 40 хвилин. Вываривается, чтобы он был такой густенький. Его можно и пить, и можно делать, зажаривать как зажарочку. Можно борщ. Я из него делал соус. Я брал его. Я брал у вас вот этот острый перчик. Что-то я еще брал у вас. А, и с аджикой смешивал. И было очень интересно. Хороший соус получается. Да. Хороший соус получается домашний. Но его очень вкусно пить. Кто любит томатный сок. Друзья, я рекомендую. Он прям вот дымком отдает. А это очень-очень круто. Да. И это правда. Потому что он вываривается на улице. На костре. Надо, чтобы была большая емкость. Чтобы оно больше выварилось. Тогда оно намного вкуснее. Ну конечно. Наташенька, вам можно звонить. Можно конечно. Вы отправляете по Украине. По Одессе такси доставкой. Да. Говорите номер телефона. 097 47 205 11. Всех ждем. Всем рады. Огромное спасибо. До свидания. До свидания. Закончить обзор нового рынка хочу здесь. Это Лазертах. Это очень интересное место для отдыха. Ну в первую очередь конечно же детей. Здесь очень много проводят детских корпоративов. Праздников. В наше непростое время нужно давать детям праздник. И здесь вы это можете сделать. Ну и еще одна причина почему я спустился сюда. Все это находится в подвалах под новым рынком. Сейчас объявили воздушную тревогу. Ну и собственно слышны взрывы. Я пока не знаю что происходит. Но здесь как минимум еще и безопасно. Здесь если не ошибаюсь 650 квадратных метров. Различные режимы игры для детей. Ну в общем дети знают что такое Лазертахи. Я уже не раз на самом деле рассказывал и показывал про это место. Друзья. Ну вот такая ситуация сегодня здесь на новом рынке. Такая ситуация в Одессе. Вот началась тревога. И собственно что будет дальше пока мы не знаем. С вас лайк за видео. Если вы до сих пор еще не подписались на канал. То обязательно подпишитесь. Ну а если есть ко мне личные вопросы, пожелания, предложения. То мой инстаграм вы увидите на экране. Сегодня 15 марта 2024 года. Я Асен Саныч. Желаю вам мира, добра, любви и счастья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok